здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века я вижу себе девчонки вот такой вот жилет вообще я если честно я наверное сделаю из него не жилет а джемперочек такой с рукавчиком возможно еще пока я не знаю здесь вот я не могу понять он то ли подшит то ли воротник довязан что-то я не могу понять в описании ну ладно это неважно это еще до вижу кое-как возможно изменю ссылочку я на него оставлю единственно что я хочу вам сейчас показать вот этот вот узор очень интересный и мне он нравится кстати как я доделаю этот жилет я не знаю но вижу этим узорчиком и тоже буду вязать с капюшоном вы кому интересно перейдите по ссылочке посмотрите ну и если вдруг вам интересен само описание этого жилета как вязала я напишите пожалуйста в комментариях я сниму отдельное видео пока я довезу у меня пока связано только спинка и сейчас я начинаю вязать полочки тогда я сниму быстренько это видео и покажу как я доделала его как как я решила его доделать потому что ну то есть кофта у меня получилось или жилет вот но в данный момент я вам показываю вот этот узорчик ссылочку вот она обязательно оставлю схема вязания я не знаю что это за сайт схема вязания называется неважно я оставлю ссылку вы перейдете вот оно описание очень мутное такое не конкретное описание ну как как везде вот схема и выкройка то есть схема не совсем непонятно видите здесь как бы коса перекрещена слева направо у меня она так получается по описанию если смотреть а на фотографии она справа налево вот обратно а у меня вот ну в общем неважно тут уже перекрестить косу уже можно как как захотим да то есть то ли слева направо то ли справа налево это неважно но сам узор очень интересный мне нравится поэтому решила вам показать он отлично бы подошел и для 2 свитерочка и как отдельную косу допустим одну пустить свитерочки или как основной узор и для снуда вот мне почему-то кажется снуд таким узором будет очень красивые такие такое где-то в два обороте к объем не киснет будет очень красивый в общем показываю вам уже уже судите сами если хотите мастер-класс полностью этого жилета все в комментарии девчоночки и так девчонки очень положила вами изнаночную сторону вот смотрите я хочу вам показать моя стрелка уже связанное видите на самом деле узор очень красивый вот правда почему я решила его вам показать ну что вы его можете использовать потом в каких-то других изделиях я говорила и просто одну косу где-то пустить или несколько или полностью из них ну вот так это моя спиночка сейчас я вижу полочку и буду показывать вот с изнаночной стороны кстати он тоже хорошо смотрится поэтому снуд шарф тоже пойдет и будет очень красиво поэтому вяжите не бойтесь с обеих сторон он очень красиво смотрится так что двухсторонние вещи такие как шарфы и службы капюшон и тоже свободно спокойно можно вязать я вот так вот положу чтобы нам было видно что мы делаем как бы чтобы нам было понять сама коса у нас состоит из 13 петель начало я провязала 5 рядов резинкой один на один теперь начинаем вязанием из изнаночного ряда провязала 2 лицевые там где должна быть лицевая с накидом снимаем лицевая то есть изнаночную с накидом снимаем лицевая с накидом снимаем лицевая полу патентный узор он здесь называют 9 10 11 12 13 3 лицевые и снова 2 3 4 13 петель косы 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 лицевые и снова 13 петель косы набрала всего я 50 одну петлю вот это на мою полочку но тут уж я не знаю как я буду вязать дальше потому что нитки у меня тоньше чем в описании этого жилета пока я вижу а далее определюсь по ходу теперь лицевой ряд вяжем 2 изнаночные петлю которую мы снимали с накидом провязываем изнаночной провязываем лицевой изнаночная вместе с накидом провязываем лицевой я очень много изделий стоит этим узором поэтому думаю мои девчули это знают 3 изнаночные вот они между ними так до конца ряда и всего вот так вот мы вяжем 12 рядов вот таким вот образом в изнаночном ряду изнаночную снимаем с накидом лицевом ряду ее провязываем вот сейчас мы вяжем вот эту часть до косы так вот я 12 рядов этим узором и теперь мы будем делать косу как вы заметили видите коса делается в шахматном порядке то есть через одну косу для этого нам нужно вспомогательная спица первую косу я буду провязывать и ничего не делать следующий раз то есть здесь продолжая вязать основным узором теперь средняя коса изнаночные петли провязала вот она у нас наша средняя коса я 7 петель снимаю на вспомогательную спицу 3 4 5 6 7 оставляем за вязанием вспомогательную спицу и вяжем оставшиеся 6 петель лицевыми петлями переходим на лицевую гладь в этом месте в этой части косы 4 5 6 петель оставшиеся косы далее вот видите у нас уже идут изнаночные петли и теперь провязываем 7 петель со вспомогательной спицы ну и теперь правят продолжаем по узору эти две косы мы вяжем полу патентным узором как и вязали еще вяжем 7 рядов по узору до следующего переброса косы то есть вот эту часть мы здесь вот вяжем лицевой гладью а здесь вот в этих косах продолжаем полу патентным узором изнаночным рядов мы вяжем изнаночными петлями то есть первая часть рапорта у нас состоит из 12 рядов вот этим полу патентным узором далее 8 рядов вот этого узора косы верни 9 рядов вот он вот она коса мы вяжем изнаночными петлями и так всего 7 рядов таким образом продолжаем девчонки как я считаю вот смотрите вот здесь вот считаю 1 2 3 4 5 6 7 8 всего 8 рядов теперь переходим на лицевой ряд и продолжаем сейчас мы здесь вот продолжаем вязать точно также косу мы делаем то же самое 7 петель мы оставляем на вспомогательной спицы за вязанием провязываем 6 петель и 7 со вспомогательной спицы откладываем теперь довязываем до конца ряда далее нам нужно восстановить этот полу патентный узор и опять провязать 12 рядов то есть вот это вот по сути весь рапорт сейчас еще изнаночный ряд и все это весь рапорт просто мы чередуем наше расположение косы шахматном порядке эти через одну делаем довязываем до 2 косы здесь все у нас по узору теперь останавливаем наш узор снимаем петлю с накидом лицевая снимаем лицевая снимаем лицевая снимаем лицевая так 13 петель в сепи нашей косы мы восстанавливаем наш основной узор вот и теперь вот по сути это 10 рядов до узора здесь теперь мы вяжем 12 рядов резинки полу патентной узор полу патентный как его назвать не знаю вяжем 12 рядов и далее делаем косу но уже вот в этих косичках то ли то есть в шахматном порядке 12 рядов 10 рядов косы сейчас 12 рядов резинки 10 рядов косы но только уже в этих местах и далее так далее вяжем сколько нам нужно вот по сути весь узор вот так вот он выглядит уже в готовом виде это уже кстати я уже намачивала и раскладывала его довольно таки он такой объемный пышненький такой красивый мне очень нравится так что вяжите девчонки а с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока